Итак, побывали в Испании. Сейчас давайте перенесемся на Кипр, но не на южный, а на северный. Северный Кипр, ну, потому что это не государство, территория с непростой и неоднозначной судьбой, но, тем не менее, там есть недвижимость, ее активно покупают. Последние несколько лет не просто активно, а сверхактивно, и через несколько секунд, точнее, прямо уже сейчас, появилась у нас Светлана Тимошова, генеральный директор, владелец компании RedFenix. Добрый день, слышно меня? Тебя слышно и видно, и ты замечательно выглядишь. Я очень рада всех поприветствовать. Добрый день всем. Давай с тобой сразу начнем с места в карьер. Мы немножко выбились из графика, но, думаю, никакой особой беды в этом нет. Все равно поговорим о недвижимости Северного Кипра, о том, что там происходит. Вот давай как раз с того, что происходит, и начнем. Судя по всему, солнце у вас там есть, судя по картинке, которую я вижу. Какие ограничения, какие запреты, и, если я правильно помню, у нас тоже есть несколько фотографий Северного Кипра, соответственно, чтобы ты свои слова могла лучше проиллюстрировать. Пожалуйста, Северный Димашов и RedFenix. Значит так, с 14-го примерно марта у нас вышел указ, запрещающий всем, у кого нет вида нажительства на Северном Кипре, либо у кого нет паспорта Кипра, прилетать на Кипр. То есть это уже с 14-го марта вошло сразу ограничение, начну издалека. В тот момент у нас вообще полностью на всем Кипре, наверное, может быть, был один-два человека зараженных, может быть. То есть как бы. Дальше ситуация развивалась так. Буквально спустя 30-го марта обнаружилась у нас группа из Германии, прилетели туристы, и там появились первые зараженные. В тот же самый момент весь отель был полностью оцеплен, окружен. То есть я даже очень удивилась такой реакцией наших властей здесь. Значит, введены были сразу же карантинные жесткие меры. Вот. И буквально, наверное, может быть, с 27-го марта был введен жесткий карантин. То есть закрылись все предприятия, то есть все стройки. То есть нельзя, то есть полностью все, кроме супермаркетов, кроме... Это не моя картинка. Кроме супермаркетов, аптек и больниц, все остальное закрыли. Вот. Значит, супермаркеты у нас... Вот моя картинка. Да, это моя картинка. Да, это наш супермаркет Шах. Вот. И я специально как бы буквально вчера поехала, сделала фотографии, чтобы показать. Значит, с первого, получается, с 27-го марта по сегодняшний день у нас ничего не работает. У нас все закрыто. И с 21-го часа до 6-ти утра у нас введен карантинный час. Ой, комендантский час, называется. Вот. Причем полиция курсирует. Она... А, выезжать можно только в маркет, в аптеку. Если надо поехать куда-то подальше, например, нужно тогда заполнить электронный пропуск. То есть пишешь, куда ты едешь, свой номер паспорта, свой телефон, фамилию, имя, цель поездки. И дальше из министерства тебе подтверждают, приходит подтверждение либо отказ. То есть у нас в этом плане очень как бы так все строго взялись. А, мне очень нравится реакция местных людей вообще. Ну, и нас всех, и соседи, все с таким энтузиазмом приняли эту новую систему. То есть при том, что у нас на сегодняшний день очень вообще в принципе очень мало случаев, да и то сразу они все сидят под замком. Ну, я имею в виду отель оцепленный и так далее. Все носят маски, все носят перчатки, все друг от друга на огромном расстоянии. На той фотографии, что вы видели до этого, на входе в каждый супермаркет меряют температуру. Вот видите, девушка в повязке и в маске, она меряет температуру всем, кто заходит, без исключения. И рядом висит указ каждой мэрии, что это по указанию мэрии, обязательном порядке. Каждый человек, входящий в маркет, должен использовать перчатки и дать измерить температуру. Перчатки выдаются бесплатно на входе. Есть там еще одна фотография, я не знаю, покажет Филипп или нет. Стоит на входе большая канистра с дезинфекционным средством и мисочка с перчатками. Люди берут перчатки. Ну, там вот она где-то... Ну, не могу, ладно, поверьте на слово, поверьте на слово. Значит, в маркете, дальше покажи, пожалуйста, Филипп, фотографию кассира, где касса, где пробивается. Я сейчас расскажу. Так, значит, на каждой кассе, в каждом маркете установили стекло между покупателем и кассиром. Стоит стекло. Дальше. На полу, где-то метрах, наверное, в двух от кассы отмечен красный круг, либо красный скотч. Эту черту следующему покупателю не пересекать, пока не обслужили предыдущего клиента. Значит, все у нас ходят в масках. Обратите внимание, все абсолютно. Вот маски. У нас, кстати, в аптеках, кажется, до сих пор есть маски. То есть у нас не пропали маски. У кого нет, я видела уже самодельный кто-то, кто из чего там сшил. У кого-то даже дизайнерские маски. То есть, ну, люди чуть-чуть как бы пытаются даже, ну, развлекаться, что ли. Ну, да. Потому что получилось, что единственное развлечение – это пойти в маркет за покупками. Ну, вот, поэтому... Ну, смотри, у нас тоже, на самом деле, в супермаркете температуры не меряют, но, по крайней мере, где я в последний раз был, стекло было, и там полосочки были. Скажи, пожалуйста, а если мы говорим о риэлторском рынке, как сейчас происходят вообще какие-либо движения на нем? Что происходит, что не происходит? Хорошо. Давайте так, начну тогда просто про нас, про агентство. Начнем. Значит, у нас идет достаточно интенсивная и хорошая работа. Из дома, естественно, все в онлайне. Идет онлайн-переписка с клиентами. Продолжается реклама, потому что мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у наших занятых, ну, потенциальных покупателей появилось много времени, чтобы изучить рынок, чтобы посмотреть, наконец, почту, чтобы спокойно подумать, пообщаться. И мы пользуемся сейчас как раз этим моментом для того, чтобы очень качественно поговорить с каждым потенциальным клиентом. Не так, как обычно в бегах-бегах, целый день в поле, там, на объекте или на показах, а как раз получается, что мы можем очень вдумчиво, хорошо написать клиенту, выслать все линки, дополнительные фотографии. То есть как бы в этом плане. Потом вторая работа. Мы сейчас улучшаем качество наших фотографий, обрабатываем лучше фотографии, чистим на сайте там старые проданные объекты, добавляем новые. То есть структурируем, в принципе, как бы презентабельность сайта, то есть нашей работы. Ваша внутренняя работа, понятно. А прийти к вам в офис сейчас нельзя, офис закрыт? Нет, прийти в офис нельзя, приехать нельзя и договориться о встрече тоже нельзя. То есть это запрещено. Даже местные, которые хотят посмотреть недвижимость там для сдачи в аренду или для покупки, мы не имеем права тоже показывать, потому что это под запретом, под штрафом. То есть, как я говорила, у нас до, кажется, до 1 мая действует вот это, мы не можем работать. Я имею в виду официальным порядком в офисе и с дома. А стройки работают или стройки тоже? Да, стройки остановлены. У нас остановлено все. Что касается, смотрите, если взять ситуацию, я поговорила с застройщиками, которые строят, значит, как у них, узнала, как они себя чувствуют. Значит, так как в застройках, в стройках вообще, в принципе, у нас система, что идет оплата по этапам строительства, соответственно, девелопер, тот, который, ну, владелец этого нового комплекса, у него контрактные договора со строительными компаниями. В строительных компаниях также, то есть он оплачивает им по этапам застройки. То есть так получилось, что сейчас, получается, физически пострадали только рабочие стройки, потому что они остались без работы. И они были, у нас очень много людей работают как бы из других стран, которые на стройках. И они перед тем, как закрыли границу, они все уехали к себе. Кто-то уехал к себе, кто-то остался, но в любом случае, как бы самое пострадавшее звено оказались это простые рабочие. Потому что застройщик достаточно себя комфортно, нормально чувствует. Зарплату он сейчас никому не платит, потому что у него контрактные по этапам строительства оплаты. Вот, это что касается застройщиков. Вот, значит, так, что касается простых людей, которые на зарплатах, значит, зарплата выплачивается, государство обязало выплачивать какой-то минимум зарплат, то есть это надо выплачивать по-любому, но выплачивается буквально минимум. Вот у нас же здесь много отелей, много казино, все закрыто, но люди здесь находятся, у них рабочие годовые визы, и у них ситуация такая, что им оплатили 50% зарплаты только. То есть сказали, что вот вам на хлеб, на воду. Что касается аренды, указ государства по поводу аренды, всем арендодателям, значит, сейчас арендодатели не имеют права вообще взимать арендную плату. В принципе, до окончания вот этого пандемии, до окончания приезда уже людей, когда начнется, закончится вся ситуация. Значит, но с 1 июня, это до 1 июня, с 1 июня арендатор имеет право вот этот долг, март, апрель, май, включить в последующие оплаты, чтобы человек выплатил в течение следующих 6 месяцев, в течение полугода. То есть вот этот долг за 3 месяца сейчас разбивается потом на 6 месяцев оплаты. Я знаю, что некоторые, например, владельцы кафе, они полностью разрешили своим арендаторам не платить, арендодателям. Те, которые владельцы недвижимости для проживания, они дают скидку либо отсрочку потом с оплатой. То есть тут еще пока непонятно, как в итоге практика покажет, но на сегодняшний день за аренду никто не платит вообще. Неизвестных, в общем, много. Очень много неизвестных, да. Скажи, пожалуйста, с точки зрения продажи, последний год, последние полгода, не скажу, что уже были какими-то такими сверхактивными, но они были вполне достойными. То есть интересовались, на выставках коллеги из Северного Кипра были, то есть приезжали. В двух словах, что сейчас происходит, если мы говорим о позиции продавцов, новостроек, например. Они уже начали там какие-то телодвижения, они переживают, они просто перестали что-либо рекламировать. Но ты говоришь, что реклама не изменилась, а цены изменятся. Они изменятся, что будет? Хорошо, значит, так. Ситуация у нас здесь на Северном Кипре такая. Значит, все застройщики, во-первых, месяц и даже полтора, вот то, что у нас сейчас идет, у нас месяц это всего лишь идет, правильно? Ну и продлится еще месяц-полтора. Это достаточно еще малый интервал для того, чтобы это как бы взять как глубокий кризис. Поэтому застройщики пока ведутся абсолютно спокойно. Более того, когда вот в переписке с клиентами они говорят, можете как бы предлагать дополнительно 5% скидку, если они решат зарезервировать объект вот сейчас, вот в этот период. То есть, но эти 5% скидки, если честно, каждый клиент может и так получить в любое время. То есть пока застройщики никаких скидок не предлагают. И более того, я вот хотела сказать такой момент. Так как у нас на Северном Кипре изначально цены за очень качественную недвижимость очень низкие. Ну, например, для сравнения, 36-38 тысяч евро можно приобрести односпальный апартамент у моря в отельном комплексе. Что такое отельный комплекс? Ну, это где все как бы, ну, то есть это не просто какая-то квартира в многоэтажке. Там полная инфраструктура отеля. Бассейны, спа, гимнастический зал, пляж. То есть все как бы красиво. Так вот, 38 тысяч стоит цена минимальная. Сразу говорят, это минимальная. Есть, потому что дороже. И оплата уже раньше была, до этого периода, сразу 6 тысяч евро первая оплата. И дальше на три года рассрочки. Понимаете? То есть дешевле уже застройщик, ну, никак не может. Тем более, что есть определенная стоимость материалов, которые затрачиваются. Плюс у нас высокая конкуренция, поэтому качество строек все время повышается. То есть и у них маржа прибыли у застройщика остается минимальная. То есть там им реально двигаться просто некуда. То есть это вот фактическая ситуация. Поэтому падать в ценах я не думаю, что могут в плане новых строек. Ну, то есть ты сказала 5 процентов, 5 процентов, но они, очень важная мысль, они по большому счету есть и не только в текущей ситуации. Да, по большому счету, да. Но я хочу другое сказать. Если у нас на Северном Кипре интересный аспект недвижимости, это перепродажи. Значит, вы же знаете, да, что Северный Кипр долгое время был раньше английской колонией. И последние годы здесь очень много вообще жил англичан, пенсионеров. То есть они приобрели эту недвижимость достаточно давно. И сейчас как бы в силу возраста, в силу экономической ситуации в Англии, они очень активно продают. И вот, конечно, на этой недвижимости, да, вот там, там будут большие скидки. Это однозначно. Прости, но они продают же не в связи с пандемией, а не просто. То есть это скорее история такая более универсальная. Они начали продавать не в марте и, условно говоря, не в апреле, да? Значит так, Филипп, я могу только так прогнозировать. Послушай, да, они как бы продавать начали и раньше, и продают. Но в связи с пандемией, в силу их собственной ситуации, которая у них в Англии, и в связи с Брекситом, у нас есть еще и Брексит, да. Поэтому деньги, актуальный кэш наличный для них стало очень важным. Важнее, чем эта недвижимость, важнее, то есть хоть что-то получить. И я могу достаточно предположить с большой долей уверенности, что на такую недвижимость, как дома, виллы, дома, у нас реально могут очень низкие цены быть после того, как все это закончится. 20, 30, 40, сколько? Значит, смотрите, я предполагаю, что тот дом, допустим, который стоил там 200 тысяч евро, вполне можно будет купить. Я еще раз говорю, вам меня никто тухлыми помидорами не забросает, но может быть за 150 тысяч. Ну вот, может быть за 100 тысяч. 20% можно ожидать, да? Да, много, да, много. Я считаю, что может быть, это еще раз говорю, только мое личное мнение, хорошо? То есть я не отвечаю за всех, да, но я думаю, что такая ситуация, мы с такой можем столкнуться. Поэтому добро пожаловать. У кого есть хотя бы 100 тысяч евро, то можем попробовать счастье. Окей, сейчас продолжим разговор, просто хочу напомнить нашим зрителям, что мы по времени немножко смещаемся, то есть у нас минут через 10 Нина Четверякова, управляющая партнером компании Португалии, появится в нашем эфире минут через 10 и где-то, соответственно, минут через 40 Ростислав Печенко, наш эксперт по Чехии из компании Гатал. Свет, скажи, пожалуйста, если мы говорим о вот такой квартирной вторичке, ты сказала виллы, а почему не квартиры? И вот как обращаются ли сейчас те, кто купил там год, два, три назад и какие деньги они хотят выручить за эту недвижимость? Или по большому счету, если не англичане-продавцы, то и вторичный рынок такой сейчас не до конца сформированный, потому что все-таки недвижимость Северного Кипра, она в рост по интенсивности очень заметно и пошла года два-три назад. Просто, ну, по крайней мере, это было заметно здесь, в России. Это правильно, да. Во-первых, смотрите, у нас изначально есть два популярных типа недвижимости, это вот как виллы и квартиры, но не в новостройках, не в многоэтажках простых, у нас всегда это делалось как туристический комплекс, всегда. И, конечно, есть у нас старые туристические комплексы, где продаются квартиры, значит, те квартиры действительно стоят недорого, совсем недорого. И, опять-таки, ну, дело в том, что даже вкладывать 30 тысяч евро в старую квартиру, пусть даже с двумя спальнями, я не считаю это как бы хорошей инвестицией, потому что даже 30 тысяч евро – это большие деньги. То есть, как бы получается так, что рынок старых квартир у нас не пользуется вообще спросом. То есть, просто старые квартиры не пользуются спросом. Потому что покупаются либо новые квартиры, либо достаточно там 5-5 тысяч евро. Те квартиры, что были куплены 2-3 года назад, ну, вот те, кто покупается, вот этот рынок, он в зачаточном состоянии находится, и здесь о чем-то таком говорить практически не приходится, что там будет? Очень низкий процент перепродаж на таком рынке. Есть, есть, конечно, перепродают, да, но, еще раз говорю, очень долго идет продажа. Даже независимо от нашей сейчас ситуации, которая сложилась в пандемии, значит, рынок старых квартир очень, ну, если честно, такой, не очень подвижный. Идут показы, показываем, да, но людям, люди все равно предпочитают идти на рассрочку и покупать новое у застройщика. Ну, то есть, нашей помощью, да, но покупать в новом комплексе, современном. Скажи, пожалуйста, можно ли, ну, как бы, там, с той или иной долей уверенности говорить о следующей схеме? То есть, верно ли то утверждение, которое я сейчас произнесу? Если вы хотите приобрести недвижимость на Северном Кипре с точки зрения сдачи в аренду и рассчитываете получать арендный доход, да, без проблем вы можете это сделать, просто на этот год по-любому закройте глаза, а со следующего года все вернется на круги своя. Или ситуация менее однозначная в ту или иную сторону? Вы знаете, Филипп, тут очень интересный есть момент из-за временных рамок, потому что, значит, как у нас приобретается у застройщика вот эти шикарные комплексы? Вот ты покупаешь и вносишь депозит на момент, когда у тебя еще почти только фундамент заложен. То есть, если сейчас я решу покупать квартиру в таком комплексе, я только буду говорить о том, что сдача у меня в аренду будет только следующим летом, по-любому. То есть, я не беспокоюсь за это лето в любом случае, моя квартира еще не построена. А те, которые купили год назад, они уже купили. То есть, те, которые этим летом не получат арендный доход, да, они его не получат. Но у них контракты, они из-за этого не будут разрывать, да, пострадают те покупатели, которые заключили контракт год назад. Или там осенью. То есть, те, которые рассчитывали, что этим летом у них сдача будет. Во-первых, у них не будет сдача. Все застройщики, естественно, отложили сейчас сроки сдачи на вот 2-3 месяца. А, на 2-3 месяца. А на Северной Кипре на сколько вообще обязательно соблюдают? Ну, потому что, знаешь, 2-3 месяца это часто очень, ну, это и не задержка. Нет, достаточно хорошо соблюдается. Достаточно хорошо. По срокам, потому что у нас очень быстрые стройки. В принципе, вот как бы объект, новая квартира, новый дом возводится примерно 11, максимум 14 месяцев. То есть, достаточно быстро идет процесс. У нас как бы нету плохих таких уж прям погодных условий, которые могут остановить стройку. То есть, в принципе, процесс стройки у нас очень хорошо налажен здесь. И строительные компании, они очень качественные, хорошие компании работают. Скажи, пожалуйста, а как сейчас осуществляется, вернусь уже совсем к началу нашего разговора, передвижение? Ну, собственно, переехать же можно через Турцию, да, там, скажем, на пароме. Можно пересечь границу с Южным Кипром и там в Ларнаку отправиться. Но сейчас, по большому счету, ну, с самолетами понятно, на Кипр сейчас, по сути, не прилететь. А, во-первых, можно ли пересечь границу с Южным Кипром, насколько она сейчас открыта? Закрыта. Мы полностью сейчас закрыты. А из Турции как? Все закрыто. Из Турции тоже. Паромы не ходят? А? Паромы не ходят? Вы знаете, нет, я думаю, никаких пассажирских перемещений точно нет. Грузовые есть, грузовые, но не пассажирские. Люди не перемещаются категорически никуда и никак. Ну, то есть, условно говоря, по сути, подвоз продуктов? Только подвоз, да, продуктов. Да-да-да, только, нет, подвоз грузов только, только грузы. Да, никакого, как бы, человека оборота нету на границе. Местные застройщики, местные СМИ, местные, ну, там, не знаю, там, авиакомпания какая-то, транспорт. Какие их действия, ну, косвенно или прямо свидетельствуют о том, что будет происходить и когда это все закончится? Потому что, вот, например, вот испанцы начали упрощать карантинные меры. Поговорили с коллегами из Греции, у них, в принципе, ситуация относительно простая. На Северном Кипре получается, что вроде и зараженных немного, но меры-то принимаются очень-очень жесткие. Но при этом даже жестче, чем мы слышали практически из других стран. Что говорят, какие прогнозы, когда могут что-то открыть? И это зависит от чего? От Турции, от Кипра, от решения Евросоюза и так далее. Вы знаете, так как нам карантин постоянно продляют, мы заранее даже не знаем, то сейчас пока продлили вот до 1 мая. Говорят, что на следующей неделе, может быть, нам разрешено будет перемещаться дальше, чем супермаркет, может быть. Пока еще неизвестно. Вот. Значит, турецкие авиалинии, которые главный перевозчик с нами, они сказали, что теоретически они начинают продавать билеты с 1 мая. Я сама уже попыталась купить и купила билет на 18 апреля, чтобы полететь в Черногорию турецкими авиалиниями. Апреля или мая? Апреля, апреля, апреля. Да, то есть турецкие авиалинии умудрились начать продажу билетов. Я в начале апреля, может быть, в самом конце март, начале апреля, я радостна, потому что открыли с 17 апреля продажу билетов в турецких авиалиниях. Ну и я сразу на 18 апреля купила себе билетик. Ну вот, но, к сожалению, да, мне пришло, что, извините, да, рейса не будет. Деньги-то вернули? Нет, но они будут возвращать, пока еще не вернули, потому что большая очередь. То есть насчет денег или купонов, я не знаю, какая будет политика турецких авиалиний. Деньги будут возвращать или дадут как бы билет с открытой датой, то есть чтобы я выбрала другую дату перелета. Я еще не знаю, как это будет. Кстати, это именно турецкие авиалинии, они такие, получается, известные шалуны, потому что прошла информация, что они с начала мая начали рассматривать возможности или даже объявили продажу. Ну, вроде как я слышал, рассматривали. Объявили продажу, да-да-да. Продление и билеты с Россией, я не знаю, были ли люди, которые купили эти билеты, но, ну, вероятность, то есть как бы, если бы все зависело от желания турецких авиалиний, мы бы все уже давным-давно летали по миру. Но я предполагаю, что здесь все, к сожалению, деньги. А вы подумаете, с точки зрения авиакомпаний такой стиль, они сейчас просто хотят чуть-чуть денежек собрать, они все полеты выполнят, они, может быть, просто потом участят рейсы, возьмут, может быть, еще самолеты в аренду у обанкротившихся компаний. И они, может быть, очень интенсивно как раз наверстают этот период сейчас. Поэтому пусть, видите, как они продают билеты, они же не собираются воровать деньги, да, они все, то есть вы покупаете, они вам сертификат дают, что вот вы можете поехать в любую страну мира потом. Свет, ну я тогда подытоживаю уже заключительный вопрос. Все-таки прогноз еще разочек ценовой, прогноз скидочный, что от чего, что от кого можно ждать на Северном Кипре, просто подытоживая, что будут делать застройщики, что делать покупателям, подождать пару месяцев, или сейчас какой-то задаток сделать, постараться застолбить цену, или можно быть уверенным, что как бы через некоторое время, что завтра будет лучше, чем сейчас. Вы знаете, я думаю, с точки зрения, как я говорила, застройки, конечно, покупатель сейчас может очень хорошо поторговаться застройщиком. Я не исключаю того, что каждая цена с новым покупателем, может быть, будет конфиденциальная, может быть. То есть вполне я могу предположить, что на несколько сделок, которые пойдут сейчас первыми после вот этой ситуации, да, они, может быть, там будут по специальным ценам, чтобы поддержать и покупателей, и чтобы застройщик почувствовался легче. Я не думаю, что официально эти прайс-листы будут афишироваться. Я уверена, что они не будут нигде публиковаться. То есть эти все сделки будут происходить чисто между застройщиком и покупателем. Мы, конечно, об этом будем в курсе, да, мы будем знать в итоге цену. Ну, понятно, агентство, агентство будет, но просто не верь глазам своим, если смотришь на официальную цену. Да, сейчас абсолютно все застройщики говорят, что сбрасывать цену они не собираются. Но, как говорится, жизнь есть жизнь, и мы должны сами представить, что будет потом. То есть все зависит, как быстро мы выйдем и наладим вообще нашу жизнь после вот этого всего, что произошло. Если, как у нас думают, у нас думают, что 1 июня откроется отель и казино. Если так, то тогда мы отделаемся легким испугом. Если так. Если это продлится надольше, тогда, как говорится, я думаю, что ни один, наверное, эксперт не может сделать прогноз, что будет с ценами, с рынком недвижимости и так далее. Ну, прогноз мне прогноз сделать можно. Мы, собственно, здесь и собрались, понимая, если то, да, то есть мы говорим примерно в этой программе, просто потому, что, ну, как бы можно сидеть, ничего не делать, и когда откроют, тогда откроют. Ну, нам кажется более целесообразным не прятаться в домик, а некоторым образом, тем более для покупателей, потому что покупатели интересуются. Вот когда тот момент? У нас есть другая проблема, другая. Смотрите, что такое покупка недвижимости? Это вложение денег, правильно? У нас мы не понимаем, точнее, мы можем предположить, что банковская система затрещит. И тогда держать деньги в банке, это будет небезопасно. Мы просто прекрасно понимаем, те, которые сейчас покупают недвижимость, собираются купить, у них деньги эти уже приготовлены. И, скорее всего, приготовлены в валюте. Другое дело, как они лежат и как они сохранятся, и как их можно будет потом перевести. Поэтому у нас есть реально такие сейчас клиенты, это я вот абсолютно подтверждаю, которые уже пытаются выводить деньги. Любым путем отправлять деньги уже за покупку недвижимости. У нас есть онлайн-сделки. То есть люди уже, они, например, посетили в феврале, в марте, они уже видели объект и, наконец, приняли решение, и кризис их подстегнул к тому, некоторые меры финансовые, которые обещаются быть в России, да, их подстегнуло к тому, что они пытаются сейчас выводить деньги. То есть реально пытаются как-то это дело сделать. То есть мы имеем всегда с вложением, у нас вложение в недвижимость и банковская сфера всегда идут как бы очень рядом. Мы зависим от того, какие решения принимает правительство. Вот, и от этого как бы, да, потому что покупка недвижимости это вложение в первую очередь. Это правда, с этим никто не поспорит. Дорогие друзья, Светлана Тимашова, владельница, генеральный директор компании Red Phoenix. Компания занимается несколькими направлениями, но в частности со Светланой, которая находится сейчас на Северном Кипре, мы о Северном Кипре говорили. В следующий вторник у нас будет следующий вебинар-марафон, мы отдельно о нем всех вас оповестим, и там будет, насколько я понимаю, коллега Светлана, и мы будем говорить с ней уже об Италии, поскольку компания Red Phoenix работает и с итальянским рынком тоже. Света, спасибо тебе огромное. Ну, традиционные пожелания здоровья от тебя, всем нашим зрителям. Я тоже всем-всем желаю здоровья, будьте осторожны, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности. Лишний раз пока не ходите никуда, сидите по возможности дома, смотрите в интернете разные интересные новости, фильмы, обучайтесь. Я думаю, что все с удовольствием, наверное, проводят время дома, правильно? Ну, по крайней мере, многие, многие. Да. Есть те, кто разводится сразу после этого, но все равно, значит, не зря посидели. А я как раз слышала, все знакомые мои говорят, что, ой, наконец у нас появилось время пожить для себя. Вот очень многие люди, почти от всех я вот это слышала. Ну, слава богу, слава богу. Ладно, всего-всего, всем хорошего. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok